В АСВ предположили, почему РФ отменила помилование для заключенных, воюющих в Украине. В России больше не предлагают помилование осужденным новобранцам и существенно меняют условия службы на войне в Украине. Кремль может пересматривать свою политику в отношении заключенных, привлеченных к боевым действиям, из-за значительных потерь и выплат, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны, АСВ. Отмечается, что российские чиновники, вероятно, прекратили набор в подразделение «Шторм-З» в августе 2023 года и начали вербовать осужденных в подразделение «Шторм-В». На основе новых условий контракта, российские чиновники ранее вербовали осужденных, обещая помилование и шестимесячные контракты. А подразделения «Шторм-В», как сообщается, не обещают помилования или даже условно-досрочного увольнения и продлевают контракты осужденных на неопределенный срок до конца войны, говорится в сообщении. АСВ ссылается на данные с октября 2023 года, по которым в российских тюрьмах находится 266 тысяч человек, на 54 тысячи заключенных меньше по сравнению с январем 2023 года. Потери осужденных призывников в Украине в результате изнурительных штурмов и относительно короткие сроки их контрактов на службу могли побудить Кремль ввести более ограниченные условия службы, чтобы удержать больше новобранцев на фронте в Украине. Отметили в отчете, в институте считают, что менее привлекательные условия контрактов на службу в «Шторм-В» могут усложнить вербовку осужденных. Хотя, российские чиновники регулярно применяли принуждение, чтобы заставить осужденных подписать контракт. Кроме того, АСВ предполагает, что российские власти изменили условия контрактов. Чтобы снять нагрузку с российского бюджета, он ссылается на российское издание «Важные истории», по данным которого военные «Шторма-З» обратились к диктатору Владимиру Путину из-за отсутствия обещанных выплат, в частности, за ранения и документы о снятии судимости. Издание добавляет, что согласно ответу российской военной прокуратуры недавний указ Путина, обещающий единовременные выплаты в случае ранения или гибели, не распространяется на бойцов «Шторм-З», что предшествовало. Напомним, Россия уже больше года отправляет на войну в Украине своих заключенных. Ранее, зэков, привлекали помилованием после завершения контракта, но теперь это условие отменили, как пишут СМИ, сейчас заключенным обещают только условное освобождение. При этом изменился и срок их службы, раньше это было шесть месяцев, затем год, а теперь – полтора года. Теперь же их отправляют служить до конца так называемой «специальной военной операции». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.